МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внимание! Программа «Естественный отбор» на телеканале ТВ-Центр не сотрудничает с рекламодателями товаров народного потребления и производится исключительно в интересах обычных потребителей. Сегодня в программе. Консервы из рыбных отходов. Там валялись головы вот этих рыб, какие-то раздавленные рыбы, вон неимоверные. Кто заставляет производителей травить нас тухлой рыбой? Торговые сети что говорят? А нас не интересует, что у вас в банке, нам нужна цена ниже, ниже, ниже. Полезная рыбалка с Еленой Воробей. Какую скумбрию полезно есть при гипертонии? И как с помощью рыбы снизить риск болезни Альцгеймера? В дело вступает главная рыбачка страны Елена Воробей. Внимание! Порывные ловлия. Опа! Есть! Есть! Сейчас будет рыба! А также лабораторная экспертиза пяти самых популярных марок скумбрии в масле. Здравствуйте! Жизнерадостные люди с продуктовой тележкой, появившиеся в студии, это сигнал того, что на телеканале ТВ-центр началась программа «Естественный отбор». Мы ищем и находим для вас, заботясь о вас, только самые качественные товары и продукты. Сегодня мы тестируем скумбрию в масле. Мы выбрали пять самых популярных в России марок. Самые глубокие и содержательные люди страны выступают у нас в качестве экспертов. Отдельной строчкой выделяю представителя Совета Федерации Сергея Федоровича Яйцовского. Спасибо! Дамы и господа, производители скумбрии в масле, есть ли они в студии программы «Естественный отбор» на телеканале ТВ-центр? Убедимся сейчас. Алена Ковалева, «Пять морей», дамы и господа. Елена Тазова, «Фишерель». Ольга Хрущева, «Голдфиш». Скажите, пожалуйста, вы, принимая приглашение, полученное от программы «Естественный отбор», из каких соображений исходили? Начнем с вас. Я считаю, что добропорядочный производитель, он всегда уверен в качестве выпускаемой своей продукции, поэтому должен присутствовать на такого рода программе. Мы всегда рады присутствовать на вашей программе, потому что, мне кажется, людям нужно объяснять, люди должны знать, вот, люди должны понимать, что они выбирают, вот, у нас должна быть здоровая дискуссия. Алена, ну, они наверняка же не пройдут лабораторную экспертизу, пройдут только «Пять морей» же, да? Атер, вы знаете, я думаю, что все марки, представленные здесь, достойны. И большое спасибо, что вы нас в очередной раз приглашаете. Я уверена, что наша марка «Пять морей» пройдет «Естественный отбор». Правила «Естественного отбора» очень простые. Все марки скумбрии в масле в нашей тележке по умолчанию считаются качественными. Это презумпция невиновности. Мы проведем экспертизу, и действительно, качественные консервы останутся в нашей тележке, а фальсификат отправится в утилизатор. Вместе с Союзом потребителей «Росконтроль» мы отправили все образцы консервированной скумбрии в масле на экспертизу в профессиональные лаборатории. Эксперты выяснили, в каких марках превышено содержание соли, от какой рыбы можно получить токсическое отравление, и главное, из чего сделаны консервы – из хвостов и чешуи или из нормальной рыбы. Результаты экспертизы в конце программы. А первый этап естественного отбора проводится в народной лаборатории, где народные эксперты продегустируют скумбрию и выберут главного претендента на победу. Мы передаем слово нашему соведущему и другу, коллеге, сопредседателю Союза потребителей «Росконтроль» Александру Борисову, который уже в толпе людей, обожающих его, готов начать. Здравствуйте, друзья! Мы готовы приступить к дегустации. Сегодня среди народных экспертов – актриса эстрады, театра, кино, телевидения. Зачем я всё это говорю? Просто несравненная Елена Воробей. Елена, здравствуйте! Здравствуйте! Мне очень приятно оказаться в вашей замечательной команде. Как вы относитесь к этой рыбке? Я прекрасна. Я вообще обожаю рыбу. Я обожаю рыбную ловлю, рыбалку. Скумбрию, кстати говоря, я ловила. Я ловила её на Чёрном море. Очень падка на наживку. Причём называется это снасть «самодур», потому что её практически обманываешь. У неё она хищная. Ей достаточно пёрышка, она думает, что это рыбка. А в магазине часто покупаете? Вы знаете, я жила в общежитии, поэтому консервы нас выручали много-много раз. И мы умудрялись большой компанией наедаться одной баночкой скумбрии. Мы из этого варили рыбный супчик, мы из этого делали бутерброды. Ну что ж, а я напомню условия проведения народной экспертизы. Друзья, перед вами пять образцов скумбрии. Все образцы обезличены. Ваша задача попробовать и отдать свой голос за понравившийся образец. Елена, у вас голос отдельного цвета. Так вы меня ещё и накормите. Мы обязательно накормим и спросим вас, почему выбрали именно тот образец, за который проголосуете. Хорошо. Победитель народной экспертизы становится главным претендентом на победу в естественном отборе. Готовы? Да! Они готовы, мы тем более, пока идёт народная экспертиза. Давайте же начнём разбираться в вопросах качества скумбрии в масле. Иногда покупаю скумбрию в масле. И в банке красивые плотные кусочки. Никакой трухи. А иной раз, бывает, куплю, открываю, а там плавники, кости, какая-то каша. Вот хотел задать вопросик. Так. Их что, вот эти вот продукты, из отходов делают или как? Андрей, это актуальный вопрос. Я не знаю, из отходов или нет, я сам задавался этим вопросом. Я знаю только одно. Только цена является гарантией качества. Чем дороже продукт, в том числе скумбрия, которую вы покупаете, тем она качественнее. Вот моё убеждение. Ну, Атар, на самом деле ты заблуждаешься. Мошенники-то чего хотят? В чём смысл мошенничества? Продать нам задорого то, что стоит копейки или вообще ничего не стоит? Поэтому от мошенничества даже миллиардеры не застрахованы. Давай-ка проверим наши пять образцов, что в них лежит. Андрей, без вас этот эксперимент теряет всякий смысл. Андрей, раз уж вы задали этот вопрос, давайте вместе с вами проверим все представленные образцы скумбрии в масле. И проверим, есть ли там отходы, какая из них самая качественная и что там вообще находится внутри них. Давайте. Давайте. Атар, ну пока вы ищете рыбу, и я надеюсь, не найдёте кашу, я пойду к экспертам. Уважаемые эксперты, объясните, пожалуйста, нам, почему вот к нам приехал герой с таким вопросом. Внутри банки обнаруживается не рыба, а каша. Прекрасно надо понимать, что это за рыба и где её ловят. Ловят её российские рыбаки у западного побережья Африки. Соответственно, сюда, в Калининград чаще всего или в Санкт-Петербург, она приходит в замороженном виде. Скажите, пожалуйста, производители, это так? Это так, только единственная разница, что ещё ловится в северных морях, ну скажем, в северней Атлантике, это называемая северная скумбрия. То есть есть различия южная и северная? Безусловно, скумбрию можно ловить и на севере, и на Дальнем Востоке, и в Чёрном море, как нам Елена Воробея сейчас рассказала. Но промышленные объёмы в основном поступают от западного побережья Африки. В замороженном виде. В замороженном виде. Исключительно в замороженном виде. Но, вы знаете, ничего плохого в заморозке я не вижу. Это, в общем-то, хороший способ сохранения продукта. Я тоже ничего плохого не вижу, но надо понимать, что приезжая сюда, вот эту замороженную рыбу, ладно, доверимся, так сказать, в течение суток дефростируют, затем её варят. Её не варят, её вначале... Бланшируют, бланшируют, совершенно разные технологические процессы. Естественно, вот в ходе вот этого процесса, бланшировки или варенья, образуется огромное количество вот этой вот, ну как бы... Рыбной трухи, конечно, да, ну, мелких частичек. Балшины, компания Рыбного Союза, у них рука не поднимается, это выкинуть. Естественно, есть соблазн запаковать это и продать нам, вот и всё. Проблема, вот то, о чём мы говорим, что есть консервы, которые вообще нельзя есть, есть хорошие консервы, да. К сожалению, вот эти вот плохие консервы убивают консервную промышленность вообще, потому что мы не доверяем, мы же не можем в этой банке разглядеть, пока её не открыли. А проблема здесь вот в чём. Мы в конце 90-х отказались от ГОСТов. То есть раньше у нас был ГОСТ, и государство контролировало качество. Если не по ГОСТу, значит убираем, да, значит наказываем и так далее. В конце 90-х, под давлением западных компаний, кстати, мы вообще отказались от ГОСТов, придумали техусловие. То есть что такое техусловие? Вот я производитель, да, я хочу производить скумбрию таким образом. Каким? Каким мне нравится. Я пишу, что я произвожу таким образом и декларирую это. Всё, я могу производить. Если это не вредит здоровью, ну как не вредит, то есть я не съел и не умер сразу, то это разрешается. К сожалению, у нас такой подход теперь. В результате что получилось? Что производители, которые честно производят продукцию, используют качественное сырьё, дорогое оборудование, они стали проигрывать, потому что, естественно, их продукция, она дороже по себестоимости, они не могут её дёшево продавать. Торговые сети что говорят? А нас не интересует, что у вас в банке, нам нужна цена. Ниже, ниже, ниже. В результате к нам на полку начинают попадать производители всё менее-менее качественного товара. Ну да. За счёт чего они снижают себестоимость? Начало это за счёт сырья, да? Как делают? Замачивают в чане, в полифосфатах. В этих полифосфатах рыба может лежать до недели. Потом её замораживают и везут. Естественно, она уже теряет структурные свои свойства и качество теряет и так далее. Далее. Тошнотворные кадры оперативной съёмки с подпольного производства консервов. Там валялись головы вот этих рыб, какие-то раздавленные рыбы, вон неимоверные. Результаты народной экспертизы. Рыба показалась мне суховатой, а масло, ну, каким-то не таким. В общем, я чего-то напряглась. Ранее союз потребителей «Росконтроль» отправил на экспертизу пять самых популярных марок скумбрии в масле. «Пять морей», «Каждый день», «Фишерель», «Голдфиш», «Барс». Народная экспертиза в самом разгаре. Скоро узнаем главного претендента на победу. А пока продолжим разбираться, на каких предприятиях делают консервы из рыбных отходов. Еще одна причина, почему рыба в банке может быть не рыбой, а кашей. Внимание на экран. Эти кадры сняты оперативниками на подпольном заводе по выпуску консервов. Нашли его под Санкт-Петербургом. Вот что увидели силовики во время захвата. Неимоверная грязь, жуткая вонь, гнилая рыба лежит на земле и разлагается. Даже у видавших виды сотрудников полиции случилась рвота. Некоторые не выдерживали. Некоторые даже тошли. Просто снимали маски. Сырье сюда свозили со всей страны. Вернее, не сырье, а отходы. Испорченную рыбу магазины и фабрики отдавали бесплатно. Лишь бы увезли. Там валялись головы вот этих рыб. Какие-то раздавленные рыбы. Вонь неимоверная. Там вот этот сок из банок. Он выливался, опрокидывался. Банки падали на пол. Все это также размазывалось с сотрудниками. Самое ужасное. Гнилая рыба после химической обработки превращалась в вполне прилично пахнущий продукт. Современная пищевая химия творит чудеса даже с гнилью. Все это загружалось в чан, мясорубку. Все это перемалывалось. И потом в дальнейшем раскладывалось по банкам. Сколько еще таких подпольных цехов по всей России? Неужели в консервах может быть замаскированная гнилая рыба? И чем опасны консервы с таких подпольных производств? Давайте выяснять. У меня вопрос к врачам. Скажите, пожалуйста, если человек съест такую консерву с подпольного производства, то, что мы увидели, что с ним будет? Когда рыбу реанимируют, туда может запихнуть все, что угодно. И вот эта концентрация всевозможных химических веществ, конечно же, она может нанести огромный вред. Особенно беременным женщинам, особенно детям. Понятно, конечно. Но я хочу сказать, почему... Это почечная система страдает прежде всего. У меня вопрос к нашим врачам. Вы можете реанимировать мертвого человека? Это почечная обезвоживание организма. Иногда человека не доводят. А мы же знаем, что такое консервы. Это тот продукт, когда люди могут брать его на пикники, на дачи, кормить там детям. И вы знаете, не всегда эти дачи находятся рядом с какими-то больничными койками, куда можно вот действительно сразу этого человека доставить. Иногда его просто с обезвоживанием не довозят до больницы. Сергей Федорович, господин Шевский, секундочку. Как возможно вообще существование этого в цивилизованной стране величайшей Российской Федерации? Почему их не накрывают, не арестовывают? Нет, на фальсификации продуктов она во всем мире. Мы помним недавний скандал в Италии, когда сыры со всей Италии свозились, перерабатывались и опять развозились. То есть это не то, что у нас в России. Это во всем мире. К сожалению, жулики есть везде. Но проблема контроля, вот то, о чем я говорю. Мы разрушили систему контроля от поля до прилавка, в данном случае от моря до прилавка, то есть прослеживанность сырья. Вот такой завод не мог бы существовать, потому что он бы не показал, где он взял качественный продукт. И все. Далее. У нас вот эта вот система, когда мы прекратили проверки только раз в три года. И у нас получается, если ты недобросовестный, ты открыл предприятие, два года поработал, закрыл, открыл новое, тебя никто не проверяет. Это тоже большая глупость. А вы разве не вправе возобновить это положение дела? Мы сейчас как раз над этим работаем. Но многие так горе либералы в нашем правительстве говорят, нет, это вот кошмарит бизнес, это то, все. Это кошмарит бизнес? Да, это называют, что вот мы напрягаем их провилками и так далее. Но ведь надо понимать, что продукты питания, это настолько важная часть нашей общего здоровья нации, что здесь лучше переконтролировать, чем недоконтролировать. Атар, я возвращаюсь к вам. Удалось ли вам найти рыбу? Андрей, расскажите, пожалуйста, какая вам показалась самой хорошей, да, самой рыбной скумбрия и где вы увидели кашу? Самая хорошая это крайняя. Вот. Так, и это марка 5 морей. Вот. А чем она понравилась? Алена. Плотные кусочки, достаточное количество масла, никакой трухи, все в норме. К сожалению, есть из этих пяти вариантов каша. Так. Вот, тут и даже все понятно. И это марка каждый день. Вы здесь нашли, насколько я понимаю, как раз кашу, да? Абсолютно. На самом деле, видно маленькие кусочки, бульон такой весь непрозрачный, даже непонятно, масло это или вообще какая-то взвесь. Именно эту марку... Жидкая, очень жидкая, да. Да. Именно эту марку мы проверим особенно тщательно. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое вам спасибо. Спасибо, Андрей. Спасибо, Андрей. Присаживайтесь. В этом анализе. Если бы я принимал участие в этом эксперименте, я бы назвал еще парочку образцов, где я вижу море разливанное такое, так как бы бассейн, налитый в Подмосковье вместо скумбрии. Но выбрали каждый день. Посмотрим мои итоги лабораторной экспертизы. Запомните несколько правил, как выбрать качественную скумбрию в масле, а не кашу из рыбных отходов. Старайтесь брать консервы от крупных производителей. Они более тщательно следят за качеством сырья и технологией производства. Обратите внимание на маркировку на банке. В первой строке указана дата выработки. Во второй – код продукта. Правильная скумбрия имеет код 513. Перед покупкой обязательно потрясите банку. Если звук булькающий, значит, скумбрии в банке мало. У качественных консервов кусочки крупные и лежат плотно. А значит, никаких звуков быть не должно. Пришло время узнать главного претендента на победу в нашем естественном отборе. Пришло время подвести итоги народной экспертизы. Вывезите, пожалуйста, результаты голосования к нам в студию. Там неожиданные результаты. Раз, два, три. Три марки набрали одинаковое количество баллов. Пять марий – два балла. Фишерель ни одного голоса. Я хочу, успокаивая попутно нашу прекрасную гостью, сказать, что это еще не лабораторная экспертиза, но хотите, начнем прямо с вас. Почему отвергли вас? Ну, давайте начнем. Я, чтобы не усугублять вашу психологическую возможную травму, передаю слово Александру Борисову, сопредседателю Союза потребителей Росконтроль. Да, действительно, друзья, редкие случаи расклада по голосованию. Я предлагаю начать все-таки с образца под номером два. Это скумбрия Фишерель ни одного народного голоса. Мне образец под номером два чисто визуально понравился больше всего. Когда я посмотрела на филе, это рыба белая, друзья, она должна быть белой. Она самая белоснежная. По соли она меня устроила вполне. И мне единственное, что мне не понравилось, это качество масла, в которое она была. В результате чего рыба оказалась, показалась мне суховатой, а масло, ну, каким-то не таким. В общем, я чего-то напряглась. Мне образец номер два не понравился тем, что кусочки были не разжевать, и мало специи добавлено. И на вид она как будто бы замороженная, и размораживали, а потом ее заложили в банки. Ну что ж, друзья, у нас производитель в студии. Как вы прокомментируете выводы народных экспертов? Что касается сырья, из которого мы производим продукт именно под этой торговой маркой Фишерель, мы используем только северную скумбрию. Более сочную, более нежную. Почему в данном образце дегустаторам показалось то, что она немножко жестковата, хотелось бы, конечно, самой попробовать. Что касается комментариев относительно масла, нужно это взять на заметку. Я обязательно передам нашим технологам. Елена, производитель Фишерель искал масло поменяем, качество повысим, рыба будет идеальная. Друзья, давайте поговорим о четвертом образце. Это скумбрия 5 морей. Два народных голоса. Чем не понравилось? Образец номер 4 мне не понравился. Потому что он очень темный, и он суховат. Он рассыпается во рту, и мне это не нравится. Чуть рисковатый запах, чуть многовато соли. То есть те два важных компонента, которые меня, ну, подвели. И вот здесь везде надо на слове чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть. А кто проголосовал за этот образец? Мне понравилось, что банки достаточно большое количество рыбы. Мне понравился внешний вид этих кусочков. И вкус, и запах действительно настоящей скумбрии. Ну что ж, а у нас производитель 5 морей Алена в студии. Алена, вы слышали, темный, суховатый, рассыпается. Как можете прокомментировать? Ну, я слышала еще, что в банке много рыбы. Это хороший момент. То, что она темная. Как я вижу по видео, она достаточно правильного цвета, который соответствует ГОСТу. Так, возвращаемся к вам, Александр Иванович. У нас, друзья, еще один производитель. Производитель скумбрии «Голдфиш». Это образец под номером 3, который становится одним из победителей народной экспертизы. Чем понравилось? Мне понравился образец номер 3, тем, что это самый сочный образец из всех образцов. Соли здесь как раз ровно столько, сколько им необходимо. По сравнению с теми образцами, там мне показалось меньше соли. И специй здесь достаточно. Шпурка здесь самая такая светлая по сравнению с другими образцами. Еще мне понравилось тем, что эти кусочки ровненькие, не развалились. И самое аппетитное на ветвь. Я вот могу перепутать, но мне то ли третий, то ли четвертый образец показался явно с горчинкой. Поэтому я так отодвинула для себя и сказала, о, это явно нет. А давайте мы зададим вопрос производителю. Ольга, горчинка, говорят, в вашей скумбрии. Как прокомментируете? Горчинка может появляться, только если проходит процесс окисления. До этого все сказали, что там она сочная, она светлая, не нарушена шкурка. Соответственно, процесс окисления, если бы была горчинка, то на шкурке были бы желтые пятна. Опять же, хотела бы поблагодарить за обратную связь. Мы вас всех очень любим, все, что мы делаем для вас. Вот продуманное выступление, да? Ну что ж, у нас еще есть победитель народной экспертизы, образец под номером один, это скумбрия барс. Чем понравилось, друзья? Очень насыщенный, вкусный, именно вкус рыбы. Мне тоже понравился образец номер один своими вкусовыми качествами. Она настолько вкусная, хотя вот внешний вид сначала меня смутил, она такая темноватенькая была. Но оказалось, что она самая вкусная. И барабанная дробь, переходим к пятому образцу. Это ваш, Елена Выбор, это тоже победитель народной экспертизы, скумбрия каждый день. Чем она вам так понравилась, приглянулась? Ну, во-первых, вот смотрите, она не меняет цвет, она остается светлой. Там, мне кажется, вот сбалансированное и добавленное количество, нужное количество масла, и сочность в скумбрии сохранена, цвет прекрасный. И мне показалось, что там нет никаких пищевых добавок. Значит, здесь всё сбалансировано. Возможно, добавление, изготовление, значит, из этой рыбы. И салатов различных, добавление в рыбные супы. Ну, в общем, всё, всё при ней. Ну что ж, я хочу поблагодарить народных экспертов, как всегда, за самые беспристрастные потребительские выводы и оценки. Елена, в студии происходит интересный диалог под шквал аплодисментов. Я вас приглашаю туда. Спасибо. Мы вместе сейчас! Вместе! 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 Победителями народной экспертизы сегодня стали Барс! Каждый день! И Голдфиш! Эти три марки скумбрии в масле становятся главными претендентами на победу в естественном отборе. Однако, всё ещё может измениться. После оглашения результатов строгой неподкупной лабораторной экспертизы. Ну, а это мы узнаем уже очень скоро. Не давайте себя обманывать. Чёрный список товаров, которые могут навредить вашему здоровью, на портале rosscontrol.rf. Далее. Полезная рыбалка с Еленой Воробей. Какую скумбрию полезно есть при гипертонии? И как с помощью рыбы снизить риск болезни Альцгеймера? В дело вступает главная рыбачка страны Елена Воробей. Внимание! Порытные лопья! Опа! Есть! Есть! Сейчас будет рыба! Ранее. Сегодня естественный отбор проходит пять самых популярных марок скумбрии в масле. Пять морей. Каждый день. Фишерель. Голдфиш. Барс. По итогам народного голосования главными претендентами на победу стали сразу три марки. Барс, Каждый день и Голдфиш. Какие из них пройдут лабораторную экспертизу, узнаем в конце программы. А пока выясним, какая скумбрия полезна при гипертонии, а какая доказанно снижает риск развития рака и атеросклероза. У меня некоторое время назад начало повышаться давление и поставили диагноз гипертония. Ну и врачи посоветовали есть больше рыбы, скумбрии. Вот. А я люблю различные консервы, пресервы. И вот в связи с этим у меня вопрос. Можно ли мне употреблять скумбрию в масле? Ну а какая разница? Вот люди умеют городить огород на пустом месте. Ну какая разница? В масле-то все равно скумбрия лежит. Атар, вопрос нашего героя действительно очень важный. Ведь рыба в консервах проходит температурную обработку. А значит, как-то меняет свои свойства. Давайте выяснять, остается ли в ней действительно что-то полезное. Я предлагаю Елене Воробей отправиться со мной сейчас же на рыбалку. Елена, когда вы проводили народную экспертизу, вы нам несколько раз признались в том, что вы рыбачка. Прямо сейчас будем разбираться в свойствах скумбрии. Вот этим известным всем людям, имеющим высокий уровень жизнелюбия способом, мы будем ловить рыбу. Давай. Где же водоем? И на суп пустим лучшую рыбу. Вот так. А советы для Елены пригодились. Елена Воробей действительно опытный. Опа! Есть поклевочка? Плюет! Ну как чувствуется? Рыба, 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 плюет, плюет. Давай, 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 давай! Аплодисменты в студии! Есть! Первая рыба! Ничего себе! Уважаемые эксперты, так правда ли, что скумбрия в масле снижает риск сахарного диабета? Это действительно так, за счёт высокого содержания полиненасыщенных жирных кислот. Кроме того, хочу сказать, что она имеет очень низкий гликемический индекс, что не позволяет набирать килограммы. Это белковый продукт, который практически полностью усваивается организмом, поэтому вам не грозит никакое ожирение. А ожирение, как мы знаем, приводит к сахарному диабету второго типа. Поэтому, если вы будете кушать скумбрию, даже при всём том, что это всё-таки достаточно жирная рыбка, сахарный диабет вам будет не грозить. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! А теперь продолжаем нашу рыбалку! Лай-лай-лай-лай-лай! И в дело вступает главная рыбачка страны Елена Воробей! Внимание! Порыбные лопья! Опа! Есть! Есть! Сейчас будет рыба! Закрываем карабинчик, смотри! Так-так-так, тащим-тащим! Поклёвочка, поклёвочка! Пошло-пошло! Ловись, ловись, рыба! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, я бы сказала, что укрепляет не столько суставы, сколько кости, потому что скумбрия богата витамином D, а он необходим нам для нормального усвоения кальция. Но при артритах, скажем так, при воспалительных заболеваниях суставов, она тоже может быть полезной, потому что снимает уровень общего воспаления в организме. И в этом отношении для суставов омега-3 тоже, в общем-то, очень важно. АТАР, ну что, продолжаем рыбалку? Продолжаем! Держись, красивая! Есть! Так-так-так-так-так! Хороший заброс! Так! Лови, 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 лови. Лена! Большая! Ой, тащи, Атарчик! Должна, сейчас, сейчас, сейчас. Я сейчас сама уже клюну. Опа! Вот это будет, наверное, скумбрище. Это скумбрище, да, скумбрище. Атар, ты посмотри, какой ты рыбак! Какой ты замечательный рыбак! Уважаемые эксперты, скумбрия снижает риск онкологии? Снижает однозначно. В ней имеются такие витамины, как А и Е, которые тоже являются антиоксидантами. И предотвращают образование онкологии. Хотелось добавить, что, как говорилось раньше, скумбрия – высоко белковый продукт. Что такое белок? Это строитель нашего организма. И в частности, это иммунитет и наша защита от внешних факторов среды негативных. И снижение онкориска в том числе. Атар, давай продолжим рыбалку. Может быть, еще что-то выловим? Зенечка, я должна сказать честно, вот моим наблюдательным взглядом отмечу следующее. Скумбрия – рыбка жирная. Почему ты таких худеньких из земляров ловишь? Да, у меня самого возник этот вопрос. А может быть, сейчас кого-то похуднее отможем? Сейчас, 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 знаешь. Так, Атар, забрасывай. Опа! Есть! Так. Хорошо, отлично. Сейчас у тебя ключок улетел подальше. Так, защит, защит, защит. Так, давай, давай. Не сорвись, рыбка. Да! Она идет! И у нас еще одна рыбка. Уважаемые эксперты. Вот это серьезный разговор сейчас. Снижает ли скумбрия риск развития болезни Альцгеймера и Паркинсона? Да, действительно, это так, потому что омега-3 уходит в состав клеток головного мозга, и в этом отношении очень важна жена для поддержания, скажем так, их целостности. Соответственно, это приводит к снижению риска вот этих заболеваний, которые на сегодняшний день уже приобретают характер эпидемии. И Альцгеймер, и Паркинсон. Ну что, Шатар, продолжаем рыбалку. Может быть, тебе повезет и в пятый раз. Спасибо, Елене Воробей. Без уст, что ли, буду повторять это. Спасибо. Опа! Так. А-а-а! 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 Вот она! Ты посмотри, какая скумбрия! Это стоило ожидание! Это стоило вот такая скумбрия. Прошу вас, Елена. Уважаемые эксперты, снижает ли скумбрия риск атеросклероза? Я бы сказала, что это обязательное условие омега-3 в рационе для профилактики атеросклероза, потому что, с одной стороны, омега-3 повышает защитные функции и эластичные свойства сосудистой стенки, а с другой стороны, снижает образование плохого холестерина в нашем организме. И вот такой двойной эффект в конечном итоге оказывает очень существенное воздействие и где-то на 50-60% снижает риск развития атеросклероза, который, кстати, приводит к различного рода таким осложнениям, как инфаркты и инсульты. Наш герой Алексей пришел к нам в студию с вопросом, у него гипертония. Полезна ли при гипертонии скумбрия? Я в этом отношении хотела бы задать вопрос. Вам порекомендовали скумбрию есть какую и сколько? Просто сказали рыбу и скумбрию. Значит, вот все, что мы говорили о полезных качествах скумбрии, касается свежей рыбы. И да, действительно, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе для улучшения защитных свойств сосудистой стенки, для повышения эластичности сосудов, омега-3 при гипертонии очень важна. Но вот рыбу скумбрию в масле я бы ему есть не рекомендовала. В первую очередь по двум причинам. Там до 2 граммов соли на 100 граммов продукта. А людям с артериальной гипертонией мы соль ограничиваем из-за большого количества натрия. Не более 8 граммов в день, а то и поменьше. Соответственно, съев уже полбаночки такой скумбрии, он получает 1 четвертую часть своей суточной потребности в соли. Второй момент. Совершенно справедливо отметили, что рыба жирная, а добавление масла увеличивает ее калорийность еще на 100 килокалорий, на 100 граммов продукта. А скумбрия в консервах вот эти все свойства сохраняет? Ведь она скумбрией же и остается в консервной банке. Сохраняются, потому что потери при термической обработке идут незначительные. Потери этих полезных веществ. Полезных веществ. Алексей, раз вы любите скумбрию, а скумбрию в консервах вам запретили, ну и за гипертония, ешьте ее просто свежую, хотелось сказать, ловите свежую и готовьте на здоровье. Лене воробей отдельное спасибо от всех нас. Спасибо. Далее. Финал лабораторной экспертизы. Не соответствует требованиям ГОСТ по органолептическим свойствам. Запах несвойственный консервам данного вида. Ранее. Сегодня естественный отбор проходит пять самых популярных марок скумбрии в масле. Пять морей. Каждый день. Фишерель. Голдфиш. Барс. Главными претендентами на победу по результатам народного голосования сразу стали три марки. Барс, каждый день и Голдфиш. Какие из них пройдут лабораторную экспертизу и кто станет победителем нашей программы, узнаем прямо сейчас. Мы передаем слово сопредседателю Союза потребителей Росконтроль, нашему другу и коллеге Александру Борисову. Пожалуйста, полная тишина. Скумбрия каждый день. Достоинство. Образец безопасен. Недостатки. Недостоверная маркировка по содержанию жира в продукте. Его более чем в два с половиной раза больше. Не соответствует требованиям ГОСТ. По консистенции она сухая и по состоянию бульона. В нем большое количество взвешенных частиц белка. По совокупности недостатков каждый день. Товар с замечаниями. Скумбрия в масле марки каждый день. Перемещается вниз нашей продуктовой тележки. И мы вынуждены убрать с нее знак естественного отбора. Продолжаем. Александр Иванович, далее. Скумбрия пять морей. Достоинство. Образец безопасен. Хорошие органолептические свойства. Самое высокое среди исследованных образцов содержание рыбы. Ее более 76%. То есть производитель не поскупился на скумбрию. Недостатки. Состояние образца свидетельствует об окислительных процессах, но это не является нарушением. Пять морей. Качественный товар. Скумбрия в масле пять морей остается в нашей продуктовой тережке. Вот вам протокол. Поздравляем вас. Спасибо большое. Хочу сказать, что мы рады, что нас так высоко оценивают наши потребители. И хочу обратиться непосредственно к ним. Дорогие потребители, выбирайте качественный продукт и наслаждайтесь вкусными, полезными качествами скумбрии. Спасибо большое. Мы продолжаем. Это делает Александр Иванович Борисов. Скумбрия фишерель. Достоинство. Образец безопасен. Хорошие органолептические свойства. Недостатки. Белка в образце чуть меньше, чем заявлено в маркировке. Соли чуть меньше минимального уровня предусмотренного ГОСТ. Недостатки не являются существенными. Тем не менее, о них необходимо заявить производителю. Фишерель – качественный товар. Это замечательно. Скумбрия масли марки фишерель остается в нашей продуктовой тележке, а изготовителю мы вручаем протоколы лабораторных испытаний. Спасибо. Ведь я была уверена. Конечно. Гора с плеч. Ну не гора. Я была уверена. Хочу сказать спасибо всем нашим потребителям за выбор нашего продукта. Мы всегда будем стараться делать, выпускать для вас хорошую, качественную консерву. Пожалуйста, Александр Иванович. Да, коллеги. Скумбрия Голдфиш. Достоинство. Образец безопасен. Однако, не соответствует требованиям ГОСТ по органолептическим свойствам. Запах несвойственный консервам данного вида. Суховатая консистенция. Мутный бульон. Ровно по этому основанию Голдфиш. Товар с замечаниями. Скумбрия в масле марки Голдфиш. К сожалению, товар с замечаниями. Мы перемещаем ее вниз с нашей продуктовой тележки. Снимаем знак естественного отбора. Вот здесь зафиксировано все. Вы очень достойная леди. Я хочу вам сказать, что это не черный список. Это товар, к которому есть вопросы. Это очень четко нужно понимать, чтобы не внушать себе ложное чувство вины. Говорите с нами через микрофон. Будьте любезны. Дорогие покупатели, простите, пожалуйста, если мы вас сегодня огорчили. Я приношу свои искренние извинения за то, что, наверное, вы, покупая Голдфиш, не увидели, не услышали. Но это как раз о том, о чем говорили сегодня наши законодатели. Это консерва, единственная, которая сделана из южной. Продается, не буду называть в какой сети. Все остальное у нас делается из северной. Вы это увидите на нашей упаковке, где написано «северная скумбрия». Это действительно качественно. Я вам оставлю все телефоны. И те покупатели, которые нечаянно купили, это были всего 100 коробок. Я готова вернуть вам все банки. Спасибо вам большое. Изучите. У нас осталась всего одна марка, Зинаида. Именно эта марка является победителем народной экспертизы. И сейчас это наш единственный претендент на победу в естественном отборе. Поэтому мы горим нетерпением узнать результаты лабораторной экспертизы. Александр, вы можете нам пролить свет на эту скумбрию в масле. Скумбрия Барс. Достоинство. Образец безопасен. Хорошие органолептические свойства. Высокое содержание рыбы. Ее более 72%. Недостатки. Максимально допустимый ГОСТом уровень поваренной соли. Тем не менее, соль в норме. Барс – качественный товар. Скумбрия в масле. Марки Барс. Становится безоговорочным победителем нашей сегодняшней программы. Она победила в народной экспертизе. Одна из марок победивших. Но к ней нет никаких претензий и у лабораторной экспертизы. Мы преследуем те же цели, благородные, что и прежде. Мы рекомендуем только качественные продукты. Мы ищем их и находим для вас. Ваши близкие достойны самого лучшего. Выбирайте товары, которые прошли экспертизу Росконтроля. Молочные продукты, хлеб, яйца, колбаса. Все, что есть в вашем холодильнике, мы уже проверили на портале росконтроль.рф. Огромное спасибо, что вы все это время были с нами. Увидимся на телеканале ТВ-центр. Субтитры создавал DimaTorzok